Бывало ли у вас такое, что вы хотите просто постримить, записать пруфы или лайвплей, и хотите, чтобы запись камеры была приятной глазу и такой же плавной, как запись самого экрана, но тратить сумасшедшие 7000 рублей на ту же самую Logitech C922, которая записывает 60 кадров в секунду, вам либо не по силу, либо просто жалко? Что ж, тогда я представляю вашему вниманию PlayStation 3i, веб-камеру, которая стоит 500 рублей и записывает 60 фпс. Собственно говоря, вот она наша камера PlayStation 3i. Тут мы видим сам объектив, ее микрофон, который расположен сверху от самого объектива камеры, два статодиода, обозначающие работоспособность самой камеры, и ее запись горит красным цветом. Ножка прорезина снизу и поворачивается на 360 градусов. Сама камера имеет возможность наклона как вверх, так и вниз, что особенно важно для использования ее как для хендкама, то есть мы можем ее поставить на какую-то возвышенность и будет такой эффект, что она смотрит сверху вниз, как раз на наши руки. Кабель двухметровый. Для того, чтобы использовать нашу камеру, мы запускаем вот этот вот драйвер. Как мы видим, сейчас вебка работает в 30 фпс, но для того, чтобы получить более высокий фреймрейт, мы должны найти во вкладку Options Video Capture Pin и выбрать тот фреймрейт, который нам нужен. У меня монитор 75 герцовый, и поэтому для того, чтобы я смог видеть настоящую плавность картинки, я должен выставить 75 фпс, соответственно. Применяем, и вот наши ручки двигаются уже очень плавно. Но если у вас монитор 60 герцовый, или ваша герцовка кратна 60, вы выставляете вот это вот число. Я не вижу особой плавности, как раз таки из-за того, что формрейт не кратен герцовке моего монитора. Ну а для того, чтобы добавить вебку в Overlay OBS, мы должны для начала запустить сам драйвер, выбрать необходимую для нас частоту кадров, для меня это 75 фпс, не закрывать и не сворачивать сам драйвер, и поместить его куда-нибудь на задний план, и добавить ее как захват окна. Назовем как угодно, и выбираем вот это вот приложение. После чего помещаем его как нам нужно и куда вам нужно. А для того, чтобы убрать вот эту надпись снизу, мы зажимаем Alt, и скрываем вот эту надпись. Все. Готово. Конечно, у нее есть определенные минусы, а именно то, что она не умеет качественно записывать в темноте, ее можно купить только с рук, например, на Авито или ОЛХ, она записывает в низком разрешении, и ее можно использовать только через драйвера. Однако все ее минусы нивелируются тем, что она остается 500 мать его рублей и записывает 60 фпс, являясь идеальным вариантом для использования в качестве хендкама. Спасибо большое, что досмотрел до этого момента видео. Да, я получил тестат и закончил школу, и теперь постараюсь снова стремить почаще и делать какие-то видео. Хочу попросить вас поставить лайк или дизлайк, в зависимости от того, понравилось вам это видео или нет, и оставить какой-нибудь комментарий, дабы продвигать это видео и возобновлять активность на моем канале, а то за год она совсем упала. Также я снова веду свою группу вконтакте и сделал свой твиттер, а возможно, скоро сделаю еще и свежий серый рискорде. Также смотри за ссылочками в описании этого и следующих роликов, и переходи по ним.